Быть востребованным фотографом или иметь свой собственный магазин модной одежды сегодня об этом мечтают многие А в нашем проекте Инстачек мы расскажем о тех, у кого это с успехом получается Ну и конечно же мы рассмотрим Инстаграм наших сегодняшних героев Ведь возможно секрет успеха кроется именно там Герои нашей Инстаграм-рубрики – люди счастливые Ведь все без исключения занимаются любимым делом Как превратить мечту в реальный бизнес и как в этом может помочь Инстаграм нам расскажут Фотограф Лейла Кустубаева и совладелицы бренда одежды Вайс Татьяна Покровская и Дарья Муратова У меня была прям идея фикс, я очень сильно хотела свой магазин одежды Мне кажется я просыпалась раз в неделю и мужу говорила, что я хочу магазин Он мне говорил, ну давай мне бизнес-клан, мы попробовали Мы сделали интернет-магазин и через три месяца муж мне сказал, что давай что-то стационарное, что-то более серьезное В мае 2018 года мы открыли свой первый магазин в Горках Раньше я вообще не замечала, что я творческий человек, во мне как будто это подавлялось с детства С детства уже нет такого, что родители за то, что ты пойдешь куда-то в актерское, будешь фотографировать Я всегда вообще думала, что я стану военным Папа меня вообще отправил в мед Было очень страшно, потому что вообще не было понимания как работать, с чем работать Но вот начали постепенно с ним развиваться Муж немножечко подустал от этого И я осталась одна И мне так стало страшно, и я позвала на помощь Дашу Мы присоединились к ним уже в 2019 году Дали как бы толчок, новое веяние Это уже непосредственно запуск собственного производства Запустили базовые футболки, топы, платья комбинации Потом попробовали отшивать самый тренд, это спортивные костюмы Я училась в меде Потом поняла, что надо как-то зарабатывать деньги, не зависеть от родителей Мой муж, он уже занимался фотографией И предложил мне построить бизнес в фото-видео индустрии Я фотографирую, он же снимает видео Вот и таким образом мы начали заниматься Меня втянуло, мне понравилось, я начала в этом разбираться Изначально я ни у кого не училась Училась сама, обучалась по видео на ютубе и так далее И после этого уже, как обучилась, начала брать съемки Начали сотрудничество с российскими дизайнерами Сумок, обуви, косметики То есть любая девушка следит за своей красотой Поэтому мы пытаемся выходить на очень качественную косметику Мы стараемся, чтобы девушка пришла, собрала полностью образ себе То есть это от пуховиков, шапок, варежек, перчаток То есть оделась полностью и еще могла прикупить себе что-нибудь накраситься Я поняла, что в фотоиндустрии есть деньги Потому что сейчас все у нас вливается в картинку Люди любят смотреть Заходя в инстаграм на страницу Прежде всего человек обращает внимание на картинку Для меня стилизация наших съемок Это, наверное, вообще самый любимый процесс Закуп новой коллекции и стилизация съемок То есть все остальные внутренние процессы Они меня немножечко, ну если не угнетают, но не очень радуют А именно стилизация, подбор каких-то образов Это вообще прям мое Таня замечательный стилист Она очень хорошо видит образы Она собирает эти образы шикарно Она следит за последними тенденциями и трендами Творческий вдохновитель проекта Я больше с математическим складом ума Поэтому моя стезя — это цифры Стараемся друг друга поддерживать в любых вопросах В любых каких-то начинаниях Идеи генерируем Стараемся вместе Я люблю снимать очень свадьбы Потому что это такой волнительный, трепетный день И каждый раз она с молодоженами это проживаешь Плюс мне нравится снимать для контента Потому что клиент ставит определенную тебе задачу Сделать так-то, так-то, столько-то фотокадать Референсы дает И это круто, легко работать Ты для себя выполняешь задачу Ты отдаешь, ты выполнил, от этого получаешь кайф Инстаграм — это площадка творческих людей Которые задают тренды, вдохновляют и подают пример С каждым годом создателей необычного и цепляющего контента Становится все больше Кстати, наверное, Инстаграм и повлиял На то, что мы открыли именно стационарный магазин Потому что раньше, давным-давно, в 2012-2013 году Сеть очень быстро развивалась Появились первые вот эти вот блогеры Которые еще себя блогерами не считали Изначально я стала блогером Мне очень нравится рассказывать на камеру Что-то показывать А потом я поняла, что почему бы это не совместить Быть блогером и фотографом Вот, поэтому сейчас у меня все это идет параллельно Нашла пару пабликов, которые прям такие для вдохновения были больше На них подписалась и начала за ними очень сильно следить Три года я следила за одним очень известным магазином Потом я решила, что мы будем пробовать и делать так же Таким образом, на собственном опыте Девушки смогли понять принцип продвижения в Инстаграм И набрать активную аудиторию Изначально я сама разбиралась Потому что у меня не было там, изначально, больших финансов Чтобы кому-то СММщику там уже заплатить и так далее Я смотрела за блогерами, крупными миллионниками Как они делают, повторяла за ними Смотрела и анализировала их страницы Что, как они делают Потом уже появились знакомства С СММщиками, которые начали мне рекомендовать Как сделать лучше и так далее Я не училась ни на каких там СММ менеджеров Но тогда такой профессии-то и не было И мы просто делали так, как делают другие Ну, как бы и старались еще что-то свое Ну, это достаточно трудозатратное мероприятие Да, ведение контента И самое-самое, что, наверное, необходимо Это время Время и видение Самое сложное – это видеть Составлять картинки, которые между собой сочетаются Составлять образы Несколько лет активного пользования соцсетью Дали героиням понимание ее устройства Сегодня девушки имеют свою стратегию продвижения Регулярно обновляют контент-план И выстраивают схему дальнейшего развития Интенсивно развиваем Инстаграм Мы составляем контент-план Мы собираем образы Через съемки, соответственно, подбираем Непосредственно публикации в контент-план На данном этапе также у нас работают Не просто продавцы, а продавцы-стилисты-консультанты Которые подбирают полностью образ На любое мероприятие, которое необходимо Мы всегда привлекаем девчонок Реальных девочек То есть это не какие-то модели из модельных школ А именно наши покупательницы Девочки, которые к нам лояльны Наша целевая аудитория То есть мы пишем в стори Выкладываем, что мы ищем модели на съемку У нас очень большой отклик Все девчонки вообще классные Очень иногда бывает сложно выбрать одну или две В инстаграме все меняется молниеносно Необходимо следить как за трендами в обновлении фото и видеоконтента Так и за нюансами в плане продвижения Это были фотографы, это был SM-менеджер То есть непосредственно это были видеографы И фотографы для съемки непосредственно контента в студии Сейчас мы на самом деле в поиске уже SM-специалиста Потому что есть определенная уже цель, задача И мы уже знаем, что можно требовать от специалистов От SM-специалиста И знаем, наверное, цену Есть определенная четкая стратегия Есть цель, которую хочется, чтобы просто специалист Чувствовал нас и понимал, что мы хотим Я обращалась к SM-мщикам Вообще SM-мщики это сейчас очень классная профессия И не стоит на них экономить К ним обязательно нужно обращаться, чтобы сделать себе страницу крутой Потому что они имеют огромный опыт и огромные знания И знают, как, допустим, пост вывести в топ Как лучше себя показать Чтобы люди о тебе узнали Ты обязательно должен быть где-то в соцсетях А что ты можешь сказать по поводу наших сегодняшних героинь? Мне кажется, что вот впервые я смотрю аккаунты И они прям классные И прям нечего добавить Что ты как специалист скажешь? Нельзя никогда сравнивать коммерческие аккаунты и аккаунты автора Как у нас Лейла участвовала Соответственно, она блогер, фотограф Она показывает лайф Она живет в сториз В постах она публикует свои работы Себя, свою жизнь У нее нет уже такой цели, как показать картинку и продать Соответственно, Вайс Челл это коммерческий аккаунт Мы хотим здесь видеть коллекции, вещи, моделей, стоимости Луки, собранные Конечно, собранные луки Что бы ты рекомендовала? Рекомендация у меня будет, наверное, только одна Держать свой контент в едином стиле Точно так же доносить реальность фотографий, фото и в магазине Ну и больше показывать жизни Иногда бывает так, что и самым специалист Нужен лишь для того, чтобы сказать Все у вас в порядке с аккаунтом Все вы делаете правильно и продолжаете в том же духе И как раз сегодняшний выпуск тому подтверждение А что бы вы хотели исправить в своем инстаграме? Пишите нам в комментариях